После Второй мировой войны в 1947 году Austin Motor Company под обозначением А40 запустила в серию линейку средних семейных автомобилей с послевоенным дизайном. Первое поколение модели, о котором уже было рассказано на канале, продержалось на конвейере до 1952 года, пока его не сменило новое поколение моделей под названием Somerset. Новый седан Austin A40 Somerset, заменивший собой старый Austin A40 DIVON, имел сопоставимый по размерам со своим предшественником кузов, который по-прежнему по старинке крепился на раме. Кроме того, новый Somerset также разделял и ряд других компонентов со старым DIVON. Он, например, оснащался прежним, но уже модернизированным 1,2-литровым двигателем с верхним расположением клапанов. Новая версия старого двигателя развивала уже не 40, а 42 лошадиные силы. Прибавка мощности, по данным производителя, позволяла автомобилю развивать максимальные 110 км в час. Но, наверное, самое главное отличие нового Somerset от старого DIVON заключалось в кузове. Новая модель, в отличие от громоздкого тела предшественника, имела обновленный трансатлантический стиль кузова с плавными линиями. Подобно более крупному Austin A70 Harreford, о котором также было рассказано в одном из прошлых выпусков канала, дизайн Somerset был направлен главным образом для улучшения экспортных продаж, направленных в первую очередь в Америку. Интерьер же стандартного Somerset включал в себя два плотно прилегающих друг к другу передних сиденья, отделанных кожей, и большое заднее сиденье с глубокой подушкой, которое могло вместить в себя до трех пассажиров. Новый Austin оснащался четырехступенчатой коробкой, управляемой рычагом переключения, установленным на рулевой колонке. Тормозную способность автомобиля обеспечивали гидравлические тормоза, установленные на всех четырех колесах. Они управлялись как педалью, так и ручником, работающим только на задних колесах. Что же касается технических характеристик автомобиля, то после проведенных тестов, согласно данным, опубликованным журналом Автокар от 18 апреля 1952 года, максимальная скорость испытуемого Somerset составила 114 км в час. Ускорение до 100 заняло у нового неразъезженного автомобиля 36,7 секунды, тогда как на тестах, проведенных тем же журналом в феврале 1954 года, поддержанный раскатанный автомобиль показал время разгона уже за 28 секунд. Время же проезда четверти мили у поддержанного автомобиля по сравнению с предыдущим результатом, полученным в 1952 году, также снизилось с 24,4 секунды до 23,2 секунды. Результаты поддержанного автомобиля считались достаточно неплохими, даже по сравнению с непосредственно сопоставимым с ним мини-850, запущенным в 1959 году, и считавшимся в свое время довольно быстрым автомобилем. Однако полученные после теста результаты особо не повлияли на репутацию нового автомобиля. Седан Austin A40 Somerset совершенно заслуженно считался несколько медленным и неуклюжим. Тихоходность автомобиля главным образом объяснялась поставками некачественного бензина в 1952 году. Из-за него зажигание приходилось настраивать таким образом, чтобы двигатель мог избежать стука при использовании низкооктанового топлива. Как только поставки премиального топлива под популярными марками возобновились, British Motor Corporation произвел специальный комплект для улучшения производительности автомобилей. Комплект состоял из сменного распределителя и дополнительной более тонкой прокладки головки блока цилиндров, позволяющей немного увеличить степень сжатия. Первоначально предлагавшийся ток из четырехдверным кузовом седан, Somerset в конце 1952 года обзавелся также и выполненным в похожем стиле кузовом кабриолет. Кабриолет производственной линии компании заменил морально устаревший Остин А40 Дорсет и слишком дорогой Остин А40 Спортс, информацию о котором можно также найти на канале. Кузов для кабриолета изготавливался отдельно. Компании из города Ковентри, находящемся также в Англии. Модель с открытым верхом продавалась под названием Остин А40 Somerset Coupe. В те времена данный особый стиль кабриолета в Соединенном Королевстве также назывался как дропхед-купе. Кабриолет отличался от седанов в первую очередь наличием отдельных передних сидений, которые можно было складывать вперед для предоставления доступа к заднему сидению. В 1953 году еженедельным британским автомобильным журналом Motor был протестирован этот спортивный кабриолет А40. После испытаний корреспонденты получили следующие результаты. Тестируемый автомобиль развил максимальную скорость в 119 км в час. Разгон до 100 км в час занял у автомобиля 28,7 секунды. Расход топлива же составил 9,4 литра на 100 км. Все эти цифры были получены журналистами при использовании современного низкооктанового топлива. Тестовый автомобиль стоил 705 фунтов стерлинга. В 1953 году Остин Motor Company запустил еще и специальную версию модели с ограниченным тиражом. Всего около 500 особенных седанов Сомерса использовали более мощный спортивный двигатель, который вместо одного карбюратора Зенит использовал два более производительных карбюратора СЮ. Более мощная версия модели, ко всему прочему, также отличалась еще и иным по сравнению с обычной версией интерьером и двухцветным лакокрасочным покрытием. Остин Сомерсет Спешл мог разгоняться до максимальных 119 км в час. Сомерсет производился не только в Великобритании. В декабре 1952 года British Motor Corporation подписала соглашение с японской автомобильной компанией Datsun. Согласно договору, в Японии Остины собирались по лицензии с использованием полных комплектов к Нокдаун, поставляемых из Великобритании. В апреле 1953 года сошел с конвейера первый, собранный в Японии, полностью готовый к продаже на местном рынке Сомерсет. Сборка прекратилась в ноябре 1954 года, после того, как завод переключился на сборку модели А-50 Кембридж. Всего же во всем мире было продано 173 тысячи Сомерсет. 7243 из них были с кузовом кабриолет. В 1954 году ему на смену пришел А-40 Кембридж. 156 тысячи Сомерсет